друзья привет всем сегодня будет очень важное видео поговорим о деньгах каждое мое видео это важное видео я вам расскажу о своих правилах о своих денежных правилах я вот записал эти правила 18 правил 18 правил я об этих правилах почему-то не рассказывал но это те правила которые помогли мне стать миллионером вот послушайте мои правила и сравните со своими правилами ребята это очень очень важно так что обязательно досмотрите это видео до конца для новых подписчиков для новых зрителей объясню что мой канал о финансовой грамотности мой канал по мотивации и многие говорят ну вот опять о деньгах о деньгах идет речь деньги это очень очень важно ребята и мне многие говорят а как же здоровье как же творчество ты говоришь о деньгах но ребята 80 процентов в нашей жизни это деньги мы везде соприкасаемся с деньгами и если халатно к ним относиться если не знать ничего о деньгах вы не будете счастливы на сто процентов вы не будете счастливы на сто процентов хоть вы будете счастливы в творчестве у вас все будет хорошо в отношениях но везде же деньги мы кушаем каждый день нужны деньги чтобы путешествовать нужны деньги чтобы одеваться нужны деньги везде нужны деньги я не понимаю почему люди вот плохо относятся вообще к этой теме не любят затрагивать эту тему это очень важно мы каждый день соприкасаемся с деньгами деньги это важно нужно все знать о деньгах деньги нужно полюбить нужно знать правила чтобы деньги полюбили вас нужно в этом разбираться чтобы вообще не испытывать никаких проблем и тогда вы будете счастливы на все сто процентов и так ребята первое правило тот кто смотрит меня давно это правило знает я повторяю его тысячу раз вести учет расхода вида ходов потом будут интересное правило это вот самое важное правило вот если вы только подписались на мой канал если вы еще не ведете записи сколько вы тратите сколько вы зарабатываете если вы не считаете деньги ребята считать деньги это очень важно не чужие свои считайте свои деньги чтобы оптимизировать процесс весь понимаете если вы до сих пор не считаете деньги вы можете забыть о больших деньгах нужно вести учет расхода вида ходов это очень важно в телефоне в тетрадке да где угодно я кстати все свои самые лучшие видео о финансовой грамотности оставлю в описании чтобы вам не искать чтобы дать вам еще больше пользы все самые лучшие видео о деньгах будут в описании и так второе у меня нет кредитных карт у меня нет кредиток у меня нет вообще кредитов и кредитных карт я от этого избавился еще очень давно помните я вам говорил я сжег свои кредитки потому что это был для меня такой ритуал как бы своеобразный я сжег и все и больше не хотел никогда брать кредиты и вот уже очень-очень много лет у меня нету кредиток мне вот в банке пытаются впарить сделать вам кредитный лимит и говорю не нужно они же получают процент я говорю ноль мне ставьте ноль одну гривну не нужно мне кредитный лимит так что кредитами я вообще не пользуюсь я хотел от этого избавиться я хотел зарабатывать деньги чтобы вообще не касаться к кредитным деньгам чтобы вообще этой проблемы у меня не было 3 я не беру деньги в долг я себе поклялся что я больше брать денег долг не буду еще очень-очень много лет назад потому что такая ситуация меня не устраивала я когда еще был студентом занимал деньги со стипендии вернул все знают эту тему мне так это надоело я не хотел быть от кого-то зависимым я сказал себе я ни у кого не буду брать денег все точка я рассчитываю только на себя это очень важно так что я не беру денег в долг четвертое очень очень важное правило не даю займу я никому не даю займы все уже это знаю я об этом очень редко говорил это очень важное правило смотрите когда я хотел иметь деньги чтобы ни у кого не брать в долг я себе сказал блин я хочу иметь эти деньги я хочу иметь свой запас я хочу чтобы у меня всегда были деньги и я буду к этому стремиться и вот когда я уже отложил там определенную часть уже у меня люди начинают просить деньги ну я эти деньги зарабатывал я вложил много энергии чтобы у меня был например неприкасаемый запас я не готов был распрощаться вот так вот с деньгами давать направо налево кому-то нет понимаете так что это очень сильное правило я не знаю где его услышал то ли у киосаки то ли у брайана трейси но там сказано если вы хотите чтобы у вас были деньги никому не давайте деньги в долг я себе это правило усвоил раньше на меня друзья обижались знакомые то раз дай денег дай денег дай денег и теперь у меня уже никто не просит все уже понимают мою философию пятое правило я никогда не рассчитывался будущими прибылями это очень важно и сейчас тоже так не делаю шестое я не пренебрегаю маленькими заработками когда я много зарабатывал с трейдинга скрипты мне говорили почему у тебя партнерка на ю тубе зачем ты зарабатываешь на рекламе ты же столько зарабатываешь поэтому и столько зарабатывают если я могу нажать галочку и у меня партнерка и я просто получаю пассивный доход потому что люди смотрят мои видео на ю тубе почему бы нет и сейчас доход доходит до до 10 тысяч долларов просто с youtube канала за просмотре понимаете я получаю деньги почему бы нет еще давно у меня с ю туба получалось там до 1000 долларов ну короче тысячу долларов в месяц и потом я такой подумал блин в год это 12 штук баксов ну разве это лишние деньги да я много зарабатываю а тут 1000 долларов но в год это 12000 блин почему бы нет это очень важно не пренебрегайте поэтому я миллионер но если у вас есть возможность получать пассивный доход но вы бы так не хотели конечно же хотели седьмое правило завести свой неприкасаемый запас это все знают неприкасаемый запас в валюте вас всегда должны быть деньги на черный день тысячу раз об этом говорил восьмое начать жить посредством это так важно никто этого не делает если у вас маленький доход у вас должен быть какой-то обычный телефон но не последний айфон ребята не последний айфон у нас люди ничего не кушают но ходят с последними айфонами это глупость большая глупость когда я сидел на своей съемной квартире со своим стареньким ноутбуком lenovo у меня сзади были ободранные стены там на фоне и мне люди говорили то ты много не зарабатываешь а я собирал я копил почему ты не купишь себе мак почему ты не переедешь нормальную хату а я копил на свою однушечку и потом я купил себе однушку но был с леново понимаете и после того как я купил себе уже квартиру в киеве я себе позволил ноутбук я купил себе макбук и тогда уже я сидел с яблоком но я копил а не тратил деньги направо налево да я уже себе тогда мог снимать крутую хату я себе мог купить всю самую лучшую технику но я копил на свою мечту это ребята очень важно девятое у меня есть терпение нужно запастись терпением никогда большие деньги не придут сразу просто успокойтесь чтобы много зарабатывать нужно ребята время вы можете год полгода два года не зарабатывать но потом один месяц и вы отбиваете все что вы не зарабатывали за один год вот так все происходит если ты ежедневно работаешь на своей мечтой да пока она не приносит тебе денег но потом это выстреливает и ты на коне 10 любите деньги я люблю деньги 10 я люблю деньги деньги нужно любить не любишь деньги деньги не любят тебя это так просто любить нужно все ребята все нужно любить вот руль каждый листик луч солнца все деньги животных еду все нужно любить тогда вы обретете истинное счастье если вы говорите вот я это люблю а это не люблю деньги это плохо это это дьявол вы не обретете истинного счастья любите деньги просто полюбите не относитесь к ним нейтрально многие говорят деньги это неплохо и не хорошо деньги это хорошо сделайте для себя так что деньги это хорошо это очень важно 11 я никогда не рассчитывал на финансовую помощь так что никогда не рассчитывайте на финансовую помощь ребят ну я думаю мне повезло да потому что у меня были бедные родители у меня не было там дяди тети я не мог позвонить перекиньте мне пожалуйста денег не мог я понимал что рассчитывать нужно мне только на самого себя и поэтому я начал работать над собой все я понимал что я не мог позвонить маме сказать мама блин скинь деньги нужно закрыть экзамен нет нужно было идти на стройку зарабатывать и закрывать экзамен я рассчитывал только на себя это очень важно потому что вы становитесь лентяем и думаете а мне мама скинет все можно погулять нет не рассчитывайте двенадцатое я изучаю литературу финансовых гений всех выдающихся личностей которые многого добились жизни я короче читаю литературу миллионером миллиардеров читайте только такую литературу если вы хотите добиться успеха в финансовом плане вам нужна только такая литература только крутых ребят это настоящие учителя не те школьные учителя тринадцатое правила я прислушаюсь к совету людей которые живут богаче меня это очень важно прислушивайтесь к таким людям всегда к ним прислушивайтесь они лучше вас финансовом плане если кто-то лучше вас физическом плане прислушивайтесь если кто-то лучше вас в отношениях прислушивайтесь спроси что вы для этого делаете научите меня всегда учитесь у таких людей 14 я ношу 100 долларов в кошельке видео я оставлю в как притягивать к себе деньги я уже очень много лет ношу 100 долларовую купюру в кошельке да я терял эту купюру потом новую вкладывал но я ношу всегда одну купюру старого образца оставлю видео посмотрите как притягивать деньги с помощью этой купюры вообще не важно какая купюра но я положил 100 долларов 15 при покупке товара я настаиваю на скидках всегда ребята всегда а почему бы нет вы же ничего не потеряйте спросите скидка есть я как-то покупал товар все он уже мне оформляет я такой а может на него есть скидка он такой да нет ну давайте проверю проверяет а этот товар акционный да на него есть скидка и мне сделали скидку 10 процентов раньше понимаете скидки были только на базаре можно было торговаться а сейчас они есть везде в торговых центрах в магазинах техники там есть у них скидки есть какие-то предложения флешка в подарок какая-то кружка мне в подарок везде есть скидки почему бы не спросить везде торгуйтесь это ваши деньги это очень важно шестнадцатое правило я разговариваю о деньгах я люблю разговаривать о деньгах бедные люди не любят деньги любят тишину это не то нужно разговаривать о деньгах спрашивать я у всех спрашиваю сколько ты зарабатываешь а как здесь работать во всех странах я спрашиваю не интересно их профессия как тут можно заработать вы же многому учитесь бедный вот не любят затрагивать эту тему потому что у них и так нет денег поэтому у них их и не будет да они не любят эту тему не не любят говорить о деньгах ой за живое да там меня не задевает почему разговаривать и учитесь учиться можно у всех вообще но если вы хотите научиться чему-то хорошему в финансовом плане учитесь только у миллионеров у реальных миллионеров миллиардеров которые живут круче вас так семнадцатая не завидую я тем кто зарабатывать больше меня я учусь у них это очень важно я всегда учусь у таких людей когда это мне стал инстаграм богатых ребят я смотрел о по чем они занимаются блин мне интересно а что они еще делают а какие курсы они посещают учитесь у таких людей зависть вам бабок не принесет это же очевидно злость зависть но разве вы заработаете с помощью злости деньги или с помощью зависти нет конечно же она крадет у вас энергию она крадет у вас удачу зависть вы плохо себя чувствуете нафига вам это и последнее 18 правило стремитесь жить лучше не довольствуйтесь малым многие говорят но мне и так хорошо сколько ты зарабатываешь столько да мне нормально мне хватает я не хочу я не хочу никуда стремиться если вы на одном уровне это уже деградация это деградация вы должны расти если вы не растете но вы просто как бы существуете но это не интересно не понимаю как это может быть людям интересно ну вот мне хватает мне не нужно никуда лететь отдыхать не я вот хочу у себя вот здесь дома не мне никуда не надо ну как это так я не понимаю такой жизни но хочется же увидеть мир ну как-то наполнить эту жизнь так что стремитесь жить лучше вот именно это стремление и помогает вам добиваться успех вы видите там кто-то едет на lamborghini вы думаете болеен классно и я так хочу вы видите как кто-то там живет в пентхаусе как я ходил там супермаркет поднимал голову от и пентхаусе такой говорю блин ну что это за люди как они так зарабатывают я тоже так хочу я тоже хочу себе купить пентхаусе буду все делать чтобы жить лучше чтобы обеспечить там свою семью чтобы обеспечить своих родителей чтобы чего-то добиться я хочу увидеть мир приходишь по большому городу мегаполис тебе дает мотивацию ты смотришь на все эти витрины ты смотришь на дорогие вещи ты смотришь там на красивые там заставки где-то там море пальмы и ты думаешь были не хочу туда полететь но тут у нас дождь болото классно но я все сделаю для того чтобы полететь и увидеть другой мир можно сказать так что всегда ребята стремитесь только к лучшему ну что друзья на этом я с вами буду прощаться вон уже солнышко село как вам видео понравилось видео если понравилось обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями ребята это мои правила я так живу уже больше трех лет это мои правила и эти правила привели меня к успеху по-другому никак делайте выводы учитесь смотрите что вам подходит может у вас есть свои правила если у вас есть свои правила напишите об этих правилах в комментариях именно о тех правилах которые помогают вам добиваться успеха подписывайтесь на мой канал инстардинг нажимайте на колокольчик чтобы не пропускать новые видео подписывайтесь на остальные каналы все ссылки в описании также все видео о финансовой грамотности будут в описании все самые сочные видео о деньгах будут в описании также не забывайте подписаться на мой инстаграм там много пользы много мотивации там очень крутые посты заходите смотрите ссылка тоже в описании обязательно 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 поставьте этому видео лайк да прибудут к вам деньги много много денег всем удачи пока